всем привет меня зовут андрей и вы на канале индустриал ту сегодня у нас будет обзор на новинку это аккумуляторный пылесос 40 вольтовой серии и gt makita cl 001 как его правильно cl 001 gz 04 купил я этот пылесос интернет-магазине makita line стоил он мне покажу так вот документ значит магазин makita line это магазин компании line tools официальный дилер makita они находятся в москве значит стоимость пылесоса 10 тысяч четыреста сорок семь рублей это было наверное основной момент почему я выбрал пылесос именно там потому что в розницу ну это считаю закупочная цена пылесоса кто торгует в розницу он 12 по моему что такое стоит ну плюс еще пришлось оплатить доставку за сдек я еще заплатил 480 рублей вот ссылка на пылесос где я покупал будет в описании я уже владею подобным пылесосом до этого у меня была модель самая первая наверное это dcl 180 вот она пылесос показал себя с очень хорошей стороны это незаменимый помощник в доме на кухне это короче электро веник с другими словами то есть веник у нас ушел появился вот такой пылесос в любое время его взял что-то там про пылесосил по быстрому повесил есть у него подставочка специальная вешается спокойно но к пылесосу я всегда докупал разные плюшки вот первых изначально этот пылесос шел вот с таким пред фильтром и внутри был мешочек мешочек я где-то потерял ну где-то дома лежит если честно не смог найти первая наверно моя покупка была это я в россии еще такое не продавалась заказывал я из японии тогда еще работал ebay и в россию можно было заказывать товары и заказал я вот такой ну как это это называется фильтр это не мешок это фильтр из специальной какой-то ткани мне например этот фильтр нравится больше если вы работаете именно на стройке конечно этот фильтр вам не подойдет строительную пыль он быстро пора его забьются и пылесос перестанет всасывать мусор для строительной пыли для таких пылесосов для всех моделей этих пылесосов ну кроме 00 вот если брать 40 вольт 0 2 модель где есть мешок там вот вот таких пылесосов есть модель вот с такой колбой а есть модель здесь крышка откидывается как капот и там мешочки вот для всех вот таких моделей подойдут все аксессуары абсолютно они все одинаковые и для них имеется хепа фильтр хепа фильтр у нас продавался в россии одно время он появился кстати в россии только в прошлом году по моему ну его очень быстро смели потом он опять появлялся на полке и с выходом от этих 40 вольтовых пылесосов их опять размели я тоже не успел его купить его сейчас можно купить на алиэкспрессе в районе 1000 1200 рублей а у нас можно было там от 500 500 600 700 вот так дешевле короче и что тот что тот фильтры необходимо стирать но чтобы реже это делать было и к этому пылесосу докуплена еще одна опция под названием циклон про циклон у меня есть отдельное видео циклон выглядит вот таким образом это обычная такая колбочка и внутри есть такая сетка типа сеточки она снимается чтобы помыть почистить для чего нужен циклон ну как я уже в принципе изначально сказал чтобы реже стирать мешочек крупный мусор да и мелкий всыпается сразу сюда и не попадает не засоряет сам вот этот фильтр предфильтр полезная штука классная их бывает несколько штук с появлением более крутых моделей это еще щеточный двигатель здесь такой же двигатель как вот в шуруповерте обычном в щеточном в маленьком то есть моторчик потом появились бесщеточные двигатели с появлением бесщеточных двигателей модель усовершенствовалась там появить появилась вот на этом месте у нас уже если снять видите здесь пластиковая решетка в новых моделях уже здесь поролончик стали вставлять и на новых моделях появилось другое крепление здесь чтобы щетка не спадала появился фиксатор и на данный момент появились циклоны их два вида с фиксатором трубки и без фиксатора подойдут абсолютно одинаковые хоть с фиксатором хоть без фиксатора мы возьмем новый пылесос я об этом снимал уже видео просто опять же повторюсь вот берем циклон вставляем и он нормально держится никуда он не денется с фиксатором циклон стоит намного дешевле в японии в японии появились еще более опций больше там аксессуаров на эти пылесосы японцы очень любят чистоту они я не знаю если вы смотреть instagram обычного среднестатистического японца то у него там будет еда пиво и обязательно макитовский пылесос вот у них по ходу такая какая то это обязательно в семье должен быть макитовский пылесос его нужно сфотографировать в инстаграм это как будто у них знаете символ какой-то как это сказать богатство или чего-то но в японии кстати цены на макиту подороже чем у нас так вот в японии появились циклоны колбочка поменьше она вот такая плюс появился еще пылесос модели 7 003 у которой сразу вот эта колба и является циклоном то есть не надо подвязывать отдельно трубку сейчас покажу как это выглядит то есть если у нас идет вот такой пылесос то сначала нам нужно соединить циклон потом трубка и потом только щетка получается вот такая длинная колбосятина вот а в новой версии пылесоса вот это все весь циклон занимает то есть вот здесь намного укорачивает и уменьшает конструкцию в принципе она здесь не намного увеличилась вот на 10 сантиметров но все же это более удобно ну и давайте перейдем уже к самой модели комплектация 7 001 gz 04 поставляется в таком виде сам пылесос трубка с шелевой насадкой и держателем щелевой насадки и новая щетка щетка отличается от старого в старом пылесосе она была вот такая в новом она уже намного покруче здесь более плав плавнее и удобнее ее будет возить по полу и в разные труднодоступные места какие есть опции ну не опции а что можно к этой щетки докупить отдельно бывает так случается вот если вы посмотрите увидите резинка уже вся порвота здесь резиночка целая резиночка это снимается заказывается отдельно есть на нее артикул видите на экране и ставите новую я не знаю на этот пылесос я уже заказывал резинки здесь они черные здесь серые отдельно можно купить ролики и для ролика вот эти шпильки они тоже продаются отдельно почему ну вот я разбирал некоторые шпильки у меня уже даже заржавели колесики тоже стираются ну за все время я колесики не менял ни разу и ролики а вот резиночку заказывал далее идет вот такая трубка на нее крепится щелевая насадка трубка у нас с фиксатором но внизу щетка идет уже без фиксатора чем отличается от старой трубки принципе ну тем что на старый нет фиксатора и здесь срез идет под углом скошен а здесь ровный далее щелевая насадка щелевая насадка отличается на это и есть по краям на стенках два отверстия на этой нет вообще никаких отверстий по размеру они одинаковые ну и держатель щелевой насадки на старой щетке он был другой переходим к самому пылесосу на самом пылесосе кстати внизу указано почему-то bl 4040 видимо это рекомендованный аккумулятор внешне пылесос выглядит более так прикольно прорезиненная рукоять в конце модели указано написано у нас 0 4 это и есть как раз относится эта цифра к цвету вот этой колбы цвет колбы бывает у пылесосов разный у разных моделей есть белый синий черный в японии есть серия зеленых инструментов у меня есть аккумулятор на 4 ампера как раз именно тот который рекомендуется очень легко вставляется и с аккумулятором пылесос удобно можно вот так поставить здесь добавлена резиновая ножка на старом пылесосе ножка была просто пластиковая но он стоял ровно этот вот так видимо под другой аккумулятор если поставить два с половиной ампера двушку возможно он станет ровно самое наверное крутое отличие этого пылесоса от этого то что на этом уберу чтобы звук на этом пылесосе включался он с помощью курка и когда вы пылесосите вам нужно было все время держать палец нажатым и это напрягало иногда ты его часто туда сюда нажимал здесь же выбрал один раз режим 4 режима включил его и он будет все время работать не надо не держать ничего потом отключил и он не работает кстати в инструкции по поводу этих четырех режимов модуля написано что первый режим слабый режим второй режим нормальный и скорее всего второй режим это режим в котором ну все время надо использовать пылесос остальные уже сильный там и максимальный 4 максимальный он будет у вас пылесос работать в максимальном режиме и тем самым быстрее разряжать аккумулятор его скорее всего нужно использовать в каких-то исключительных случаях там когда щелевой насадкой пользуетесь труднодоступные места или где очень сильно загрязненные места а просто ежедневная уборка скорее всего хватит второго режима перейдем к колбе чем отличаются колбы чуть-чуть эта колба побольше будет и внутри внутри колбы добавили вот такие два ребра эти ребра удерживают прижимают вот этот фильтр чтобы он он и так там принципе не соскочит но как указано вот видно эти ребра прямо уперлись фильтр возможно это как-то помогает но у меня фильтр например в пылесосе не спадал ни разу но есть такой прикол смотрите раз колбы абсолютно одинаково подходят ко всем моделям пылесосов будет у вас 200 какой там и не помню с бесщеточным двигателем и те кто спрашивает какой циклон там покупать здесь все между собой совместимо идем дальше снимаем предфильтр предфильтры эти визуально вроде бы до одинаковые материал одинаковый но имеет разные артикулы потому что этот предфильтр или фильтр не знаю как правильно его назвать идет вот с такой колбой пластиковой а этот идет просто кстати вот этот стирать более мне кажется удобно будет чем сложно будет как-то как я обычно стираю как обычные носки а это тоже так не постирающий он она с этой колбы не снимается далее какие отличия внутри у этого пылесоса есть вот такая поролон очка вот она не знаю можно ли вставить ее в этот пылесос но купить ее отдельно можно в принципе вот ее можно сюда поставить кстати моя рекомендация меньше будет грязи попадать внутрь двигателя но эти все и говорится фильтрики дополнительные циклоны естественно кто-то у меня там спрашивал да они естественно уменьшают мощность это ну это логично но этот пылесос настолько мощный что для него это ерунда есть я уже говорил вот модель сель 003 у которой идет циклон сразу в японии эта часть передняя она и называется там какая-то просто циклон можно ее отдельно купить и превратить ваш пылесос 001 в 003 модель спокойно в россии не знаю по моему пока еще такого не продается давайте его соберем и включим при выключенном пылесосе можно менять режимы и при этом вот видите включается фонарик сейчас отключится сам если ничего не нажимать вот выключился меняем режимы и фонарь сразу включился пылесос запоминает последний режим который был у вас включен то есть вам не надо каждый раз его менять вот работаете вы например постоянно на втором режиме второй режим у вас всегда и останется можно включить вот выключили поменяю на второй включили можно и во время работы менять режимы и при выключенном состоянии тоже можно менять режимы для этих пылесосов бывает еще куча различных аксессуаров некоторые из них у меня есть это вот такой гибкий шланг вот такая щеточка для пыли можно типа за телевизором там мебель короче щетка для мебели и у такой я покупал называется щетка для чистки сидений автомобилей но она прикольная у меня как вы знаете кошаков дофига и она охрененно просто очищает шерсть с разных поверхностей она принципе работает и без пылесоса здесь как это специальный материал ты проводишь просто например по дивану и на нем сразу остается шерсть с пылесосом просто это будет эффективней вы еще пылесосите при этом диван но есть минус потом эту всю шерсть она сразу же не всасывается туда ее нужно вот так будет пальцем вот видите на ней есть шерсть и вот так со включенным пылесосом делаешь пальцем проводишь и вся есть шерсть отлипает и уходит в пылесос ну а теперь предлагаю провести эксперимент и попробовать как эти пылесосы покажут себя в деле эксперимент будет заключается вот в чем мы насыпали по риску циклон кошачий наполнитель ну у меня просто другого такого мусора раскидать не знаю больше не было это свежий чистый новый только что из пакета а то сейчас знаю напишите вы в комментариях и новый его коврик светлый рассыпаем его и попробуем сейчас пропылесосить первым будет работать пылесос 4 амперный аккумулятор максимальная мощность включаем в соответствии с контактным Добавил сливочное масло. В принципе, наполнился он, можно сказать, полностью. Не все, конечно, собрал, но из его коврика, я вам скажу, не соберет и промышленный пылесос. Потому что там есть такие камушки, они забиваются. Давайте посмотрим, зашло ли что в колбу. Внутрь, естественно, какой-то мелкий мусор, он попадет. Очень мелкодисперсная пыль, она все равно просочится. И вот так выглядит фильтр. Он тоже, естественно, подзабился. И даже вот пылесос вот в таком виде. Фильтр, кстати, такой очень хорошо продувается воздуходувкой. Вот сюда дунули, и он будет у вас как новый, и не нужно его стирать. Ну что ж, поехали дальше. Я, наверное, оставлю эту же щетку. Просто поменяем наш пылесос. Пятиамперный аккумулятор полностью заряженный. Оставил эту же всю колбу. Циклон. Высыпаем. Фиксируем. Циклон. И поехали. 18-ти вольтовый пылесос. Как мы видим, он не может собрать. В ямочках остался почти весь мусор. Для чистоты эксперимента сейчас соединим на 40-кавольтовый пылесос. Поставим. И продолжим. Здесь тоже вот фильтр чуть-чуть подзабился. Если бы мы использовали без циклона, фильтр бы забился намного быстрее. Включаем максимальный режим. И, кстати, обратили внимание, пылесос 40-кавольтовый работает намного тише. Его почти не слышно даже на максималке. Давайте попробуем сейчас разные скорости. Вот первую включим. Он даже сосёт. Вторая. Третья. Видите, на третий он уже начинает намного лучше чистить. И включаю четвёртую. Видите, на третий он уже начинает. Видите, на третий он уже начинает. намного мощнее. Теперь давайте попробуем, как работает фонарик. Но есть минус. Видите, я развернул циклон. Если мы повернем циклон вперед, то будет вот такая пуля. Мы будем смотреть на тень от циклона. Ну, а теперь выводы. Лучше ли этот пылесос, чем старый? Конечно, лучше. Во-первых, он мощнее, есть подсветка, есть четыре режима скорости, не нужно держать кнопку включения. В остальном, в принципе, это тот же самый пылесос. Для чего я его себе купил, если у меня уже есть? Ну, это как с айфонами. Хочется все время новую модель. Да и вам показать. Снимать-то надо что-то для канала. Поэтому, покупать тебе такой пылесос или нет, решать только тебе. Ну, еще, если у тебя ты собираешь линейку XGT, естественно, под эти аккумуляторы стоит его и взять. На этом мы заканчиваем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!